На этом видео я продолжу читать ответы Рава Авраама Тверского. Это третье уже видео из серии. И очередной вопрос по отношению к шидохам, который я хочу с вами прочесть. Это мы прочли на предыдущем видео вопрос про людей, у которых проблемы с нервозом. И нужно ли это сообщать во время встреч, прежде чем жениться. А теперь он отвечает на несколько вопросов сразу по поводу других проблем. Один вопрос, например, нужно ли сообщить, если, опять же, какая-то проблема психологическая. В другом случае речь идет о, возможно, байполар, то, что называется. Это люди, которые в экстремальной ситуации, они когда в своей стадии нормальной, они очень активны и много чего успевают. А в стадии обратной они просто сидят или лежат и ничего не делают. Им очень трудно заставить себя что-то делать. Сегодня многое из этого лечится, если они будут вовремя принимать свои таблетки. Но, как вы можете себе представить, большинство людей не хотят жениться или выходить замуж за человека, у которого такая болезнь, не зная, во всяком случае, на что они идут. Это очень серьезная вещь. Если они не перестают принимать свои таблетки, то это очень непростая ситуация. И третий случай – это OCD. Это как раз меньшее из всех трех зоу, пожалуй, из упомянутых здесь. OCD – это по-английски obsessive compulsive disorder, то есть, когда человеку нужно все время все проверять. У Стайплера, между прочим, у Раби Исроя Якова Каневского есть много писем на эти темы, потому что в религиозной среде OCD выражается обычно как-то по-религиозному. То есть, человек, например, все время боится, что он что-то сделал не так, по тысячу раз перепроверяет какой-то закон, правильно ли он выполнил. А в нерелигиозной среде это может уражаться в том, что человек все время боится, что он забыл закрыть дверь, он по 10 раз проверяет. Или вдруг он не выключил газ, дай-ка я снова проверю, прежде чем выйти из дома. Уже вышел из дома, дай-ка я снова зайду, вдруг я все-таки газ забыл выключить. Вот это OCD. Это тоже, конечно, серьезная проблема, но меньшее, чем, скажем, байполар или другие психологические проблемы. Так вот, типичный вопрос. Мама говорит, ребенка звонит, мне говорит, моему сыну 21 год. И с 17 лет его диагнозировали, что у него OCD. И у него есть определенное лекарство, которое он принимает. И он, в принципе, хорошо учится, и у него проблем нету. Так вот, нужно ли мне сообщать? Она говорит, если я сообщу сразу же, если он сообщит сразу же во время встречи, или Шатхану сообщат, то тогда нам будут только посылать шидухи девочек с проблемами серьезными. А у меня мальчик вполне сейчас нормальный, он принимает лекарства, но он нормальный. Что же мне делать? И автор пишет, что, конечно, я понимаю вас, это все очень сложно, действительно трудно заставить себя сообщить. Но он рассказывает несколько историй, из которых видно, что если не сообщаешь, еще хуже будет. И так, в общем, из того, что я видел в других книгах, например, «Вопросы и ответы» от Моши Штамбуха, так, в общем, Аскама согласились мудрецы, что в случаях, когда постоянно человеку нужно принимать лекарства, это не просто что-то, что когда-то было. Если у человека один раз когда-то были какие-то эмоциональные проблемы, и потом много лет уже никаких проблем нет, и доктора говорят, что это не должно снова повториться, тогда, может быть, он не обязан сообщать. Но в случаях, когда он реально постоянно принимает лекарства, то следует сообщить. Просто нужно еще объяснить, что именно, да, как это выражается. Они могут, в конце концов, вторая сторона может поговорить, или Шатхан может поговорить с докторами, лечащими докторами этого человека, чтобы знать, что именно ожидать, и насколько это все серьезно. Я знаю, например, есть такая болезнь, это почти у всех активных людей есть, до какой-то степени, но не до такой, чтобы это требовало принимания лекарств, а именно ADHD, называется по-английски, когда человек суперактивный, знаете, он не может ни на чем не сконцентрироваться, не спокойно посидеть, он все время проверяет свой мобильный телефон, и он все время ужасно активный человек, не поседа. На это есть очень простое лекарство, которому уже много-много лет, чуть ли не сто, может быть, лет, очень-очень старое лекарство, которое Рабихайм Уолдер постоянно, так сказать, рекламирует, если можно так выразиться, я позже расскажу историю отдельно как раз про это, про человека, который не принимал риталин, не знал про риталин, и насколько это изменило его жизнь, когда он стал принимать лекарства. Это почти безболезненное лекарство, но не бывает вообще безболезненное лекарство, и так из Толмуда тоже выглядит, но, по крайней мере, это из всех проблем, это наиболее решаемое, и несколько историй Рабихайма Уолдера подчеркивают это, что люди не хотят принимать никаких лекарств психиатрических, но на практике они гораздо большим рискуют, если такому человеку не дать нужные лекарства, то это как полуслепому очки не надевать, и он ничего не видит, и может наткнуться на что угодно, и упасть, и попасть, как и сошелом, под машину. Также, если человек, которому нужен риталин, а он его не принимает, он реально рискует гораздо большим, а само лекарство, оно фактически не более опасно, чем какой-нибудь талинол или мотрин, лекарство, которое здесь принимают, когда человеку температура или когда болит что-то. В общем, на практике не все психологические проблемы, они одинаковые, поэтому в каждой ситуации нужно реально узнавать, насколько это все серьезно, но не сообщать вообще, это плохая идея, как он описывает. Одна из его историй вот какая, что был какой-то молодой человек, человек, которому отец запретил сообщать, когда он женился, сообщать, что ему приходится все время принимать лекарства. И в какой-то несчастный момент его жена узнала об этом. То есть он скрывал свои таблетки где-то в свои, с тфилиным вместе прятал. Но однажды, да, ничего невозможно скрыть от жены, во всяком случае, долгое время. В конце концов, она каким-то образом наткнулась на то, что у него в месте, где он хранит талит и тфилин, есть также определенные лекарства. Она его спросила, что это, он говорит, это витамины. Она, конечно, ему не поверила, витамины не хранят в таких местах, да, если он прячет что-то в этом месте. В общем, она в результате отнесла это в аптеку, и проверили, и сказали, что это психиатрическое лекарство. Так они вообще чуть ли не, почти до развода дело дошло. Но потом она в результате с ним осталась, но не пускает его родителей теперь в дом. У них, говорит, родился ребенок, и ни разу его родители не видели этого ребенка, потому что она говорит, что вы меня обманули, вы сказали своему сыну не сообщать, что у него болезнь, а я имела право знать. В общем, хочет сказать автор, что всегда лучше сообщить, всегда лучше быть открытым. Вот не обязательно сообщать сразу же, и не обязательно сообщать Шатхану. Если человек хочет, он может выбрать такой путь, что сначала они встречаются, например, если у мальчика проблема, он встречается, значит, с девочкой пару раз, и потом на третий раз сообщает, и заодно готов объяснить точно, что это значит, и реально, насколько проблема серьезна. Кстати, в случаях девушки, как пишут, а может там, иногда это даже хуже ситуация, чем в случае мальчика, потому что у женщины так склонность после родов иметь какая-то депрессию после рождения, после родов. У нее же изменяется химия внутри каким-то образом, когда она проходит через рождение ребенка, и поэтому может и так у женщины даже нормальной развиться серьезная проблема после рождения ребенка. А если еще у нее и так была склонность к каким-то проблемам, то, соответственно, большая вероятность, что это возвратится, когда она родит ребенка, и поэтому в особенности будет нечестным и несправедливым, если она вообще не сообщит. Но она может сообщить не сразу. И также еще автор описывает другую историю про какого-то Элиезера, у которого была какая-то проблема. Он даже, похоже, был... У него не психологическая была проблема, а обычная проблема. Какие-то болезни желудка, язва какая-нибудь, я не знаю. Вот. И позже, опять же, родители ничего не сообщили, когда Элиезер женился, то через два года у него эта проблема возобновилась. Жена узнала, что ей ничего не сообщили. Он говорит, что хотя сейчас я знаю, что они все еще женаты, но очень у них подкосилась женитьба, потому что жена теперь не доверяет мужу, говорит, он меня обманул. Откуда я знаю, дальше будет ли он, говоря, со мной честен. Еще описывает ситуацию про девушку какую-то, которая диабетик и вкалывает инсулин. Опять же, хотя она может, в принципе, жить нормальной жизнью относительно, да, диабетики сегодня, они на постоянном, так сказать, постоянно вкалывают инсулин, но жизнь у них, как у обычных людей, более-менее. Вот. И они могут и родить при каких-то ситуациях, но, тем не менее, он считает, что во всех этих случаях нужно, как минимум, сообщить. Да, невозможно во всех этих случаях скрыть, когда серьезные такие проблемы со здоровьем. И, наконец, последняя история про какую-то Эстер, у которой была проблема с депрессией, и 18 лет началось, и потом позже, когда она вышла замуж, родители, опять же, скрыли все это от мужа, и кончилось дело тем, что когда муж об этом узнал, он просто с ней развелся. И раввины, в общем, его поддержали, потому что он имеет право, они сказали, раз она от него скрыла, обманула его, они не хотели родить. Родители хотели как лучше, а получилось как всегда, да, что родители думали, что тем, что она ничего не скажет, мы, в основном, спасем ее от депрессии, если он сейчас откажется. А получилось, что он, в результате, с ней развелся, когда уже они были женаты, и это в 10 раз хуже, да, это гораздо больше психологический стресс. Конечно, у него депрессия от этого только увеличилась. Вот, поэтому родители, которые любят детей, как говорится, должны во всех таких ситуациях делать то, что лучше для их детей тоже, а именно сообщать, не пытаться скрыть, потому что все это в результате, все скрытое в результате станет явным, в отнюдь не лесных, при отнюдь не прекрасных обстоятельствах позже. И, если вам понравилось это видео, нажмите лайк.